Микс Ньюз Утро на Болткоме Утро на Болткоме продолжается, и вот мы только в первой части вот дискутировали о том, как можно бюджетно отдохнуть, провести время в нашей родной Латвии и Риге. И вот, наверное, один из самых прекрасных, бюджетных для зрительского кошелька фестивалей, который доставляет огромное удовольствие зрителям, знакомит нас с новыми именами, с молодыми, начинающими, но вот, может быть, будущими звездами. Это фестиваль Станиславский ЛВ. У нас директор этого фестиваля Наталья Захаряц. Тоди, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. А я, прежде всего, хочу поздравить вас с профессиональным праздником. Нет, мы дождались. Любимая Радио Болтком, вам всяческих творческих успехов и огромное спасибо, что пригласили. Да, у нас грядет очередная сессия, мы делимся по сессиям, она у нас в этот раз будет проходить под номером 13 уже. 13, да. Да, а вчера нам исполнилось 4 года. Вау, поздравляем. 4 года назад мы открылись, да. Супер, у нас прям два повода сегодня радоваться. Да, одни сплошные дни рождения, а всякие праздники. Да, у нас тоже праздник. А как вообще появилась идея такого вот интересного фестиваля? Потому что обычно ведь в Ригу привозят уже какие-то там прямо раскрученные имена, там театры с огромными там нашумевшими постановками. Здесь вроде бы такое рискованное, ну вот, мероприятие. Вот, честно говоря, я сама, когда это только задумывалась, ужасно переживала, насколько наш зритель, который уже искушен, все-таки латвийская публика, очень искушенная, да, театральными гастролями. И переживала, потому что там имен еще как таковых нет, хотя за 4 года, что мы существуем, ситуация изменилась, потому что сейчас студенты театральных вузов, которых мы привозим, они очень активно снимаются в кино. Вот. А вообще, конечно, по самой сути, наверное, во всех крупнейших городах, где есть городах и странах, где есть театральные институты, готовящие профессиональных артистов, это такой очень развитый вид досуга, потому что это действительно очень бюджетно посещать учебные театры, они так и называются учебные, где можно посмотреть дипломные спектакли. То есть артисты, они же не как все нормальные люди, они получают свои оценки в дипломы в результате того, что они представляют на сцене, поэтому спектакли называются дипломными, они защищают свою квалификацию. То есть в тот момент, когда мы идем в театр, да, на, скажем, на театральную постановку, которую привозит в том числе Станиславский ЛВ, мы фактически смотрим на экзамен. Да, да, мы фактически участвуем. То есть если мы мало там аплодируем, например, у них, может быть, эпикпыль случится, да? То есть надо поддерживать ребят. А вот, да, Олег, прости, пожалуйста, вот по твоему мнению у нас привозят очень много все-таки матерых артистов и достаточно таких прожженных театров, да, какие угодно, достаточно много занимаются этим и другие компании. И вот вы везете студентов, вот этот их уровень, он настолько же высок сейчас? Или, может быть, там есть какая-то погрешность, и к ней надо быть готовой? Я бы сказала, что этот уровень абсолютно, ну, как он, он и высокий, а иногда он даже и повыше, чем уже у профессиональных артистов, которые приезжают зачастую, да, вот когда они едут на гастроли, они часто это уже такое отношение... Да, и чёс, и некоторая обыденность, студенты, они ещё всё-таки горят. У них это такой порог перед тем, как показаться, перейти в профессиональные театры, поэтому они заинтересованы в том, чтобы быть лучше, да, то есть они всё время в тонусе. Кроме того, они приезжают к нам в Ригу, и часто это первые заграничные гастроли, для них это встреча с новым зрителем, поэтому они опять-таки играют на какой-то... Раш такой, да, в волне, в особом кайфе находятся, и, ну, во всяком случае, ещё ни разу не было такого, чтобы к нам кто-то приехал и остался равнодушен. И я вот сейчас обратила внимание, что заявлено... Так кто будет, расскажи. Сейчас расскажу, но вот я обратила внимание, что у нас заявлена сейчас афиша золотой маски на осень 2019 года, так вот там 10 человек артистов, которые приезжают, в частности, в театр имени Пушкина и МХАТ, это те ребята, которые у нас были в прошлом году на Станиславском ЛВ. Не говоря о том, что они номинируются на золотую маску, то есть мы такой уже стали порожек. Вот студенты школы и студии МХАТ, мы их всех сможем увидеть осенью на золотой маске. А прошёл... Ну, вот осенью это будет полтора года. То есть вот вам, если судить об уровне, они летом приходят в эти профессиональные труппы, в профессиональные театры, и осенью начинают репетировать, и через год уже к нам приезжают уже как номинанты на премию главную российскую национальную, главную российскую национальную театральную премию. Ну, и если учесть, что, ну, вот такие, такого уровня фестивали обычно стоят, ну, вот я имею в виду, там, как золотая маска, чтобы их привезти, действительно, ну, достаточно дорогие билеты, потому что это дорогое удовольствие перевезти, там, именитый театр и всё, то, в принципе, вот Станиславский ЛВ, это возможность прикоснуться к театральному искусству, и это сделать очень и очень, действительно, и бюджетно, и получить большое удовольствие, потому что эти постановки, они, ну, и так у ребят выкладываются, и они, ну, полноценные спектакли. Да. И что интересно, у нас в этом году впервые, у нас каждый сезон происходит что-то впервые, мы повторно за сезон театральный привозим один и тот же курс. Это курс Российского театрального института ГИТИС, самый большой в мире театральный вуз, курс народного артиста Бориса Афанасьевича Морозова, на котором учатся, заканчивают уже этот курс, наша рижанка Катя Прокопец. Они приезжали к нам осенью и показывали у нас Ромео и Джульетту, спектакль, который поставлен тоже, такой первый опыт, молодой человек, который учится на актёрском факультете, Артём Ключников, он поставил, сделал такую самостоятельную режиссёрскую работу, которая стала дипломным спектаклем, которая номинирована сейчас в Москве на премию «Твой шанс», это тоже фестиваль дипломных спектаклей, и вот они вошли в номинацию среди лучших дипломных спектаклей этого сезона. Такой уникальный случай, и показ этого спектакля, он рассчитан, скажем так, на широкую публику, там не тронутый Шекспир, Шекспир в оригинале, но расплывчатое время действия. Очень много музыки, очень много танцев, и, наверное, это тот случай, когда совершенно разношерстная публика сошлась во мнении, что им это понравилось, они это приняли, во всяком случае, не было скучно, хотя есть отзывы очень критические, но народ у нас и билеты выкупили заранее, и потом у меня было, наверное, самое большое количество звонков за всё время фестиваля, когда благодарили и просили привезти повторно. И вот мы везём Ромео и Джульетту повторно, а жизнь дипломных спектаклей, она очень короткая, то есть, как правило, их ставят со студентами на четвёртом курсе, и вот они в течение четвёртого курса их играют, они уже не учатся в таком прямом смысле этого слова. Они как на практике разминаются. Практикующие. Да. Как сложно происходит отбор? Этих спектаклей? Этих спектаклей, да, и наверняка есть масса талантливых выпускников, то есть, как вообще-то происходит этот процесс подготовки, выбора и, допустим... У нас он происходит спонтанно, и, как правило, да, это идёт такая некая очередь. Во-первых, мы всё-таки стараемся привозить в Ригу курсы, на которых учатся наши рижане. Всё-таки очень хочется, и, опять же, поскольку Россия – это другое государство, да, и не всегда те же и родители, и одноклассники, и друзья могут поехать в Москву посмотреть на своих близких людей, и это возникает тоже, как некий такой аспект гордости возникает, поэтому всё-таки стараемся их привозить сюда, как с творческими такими отчётами. Подожди, это как вот происходит? Ты звонишь в театр и говоришь, «Здравствуйте, у вас рижане учатся?» Да, вот на втором курсе. Ну, мы подождём пару лет. А что происходит? Парадокс. Рижане учатся практически во всех театральных вузах и практически на всех курсах. У нас уже есть целая очередь. Вот, например, в прошлом году впервые курс набрал Олег Менщиков в том же ГИТИСе, да, сейчас у него это второй курс. Там учится наша девочка-режанка. Конечно, мы ждём, пройдёт полтора года, и, естественно, мы будем их приглашать. У нас осенью уже запланировано театральное училище имени Щепкина при Малом театре России. Один из, кстати говоря, сильнейших курсов, на котором опять-таки учится наш рижанин, бывший ученик Таня Черковская, Андрей Гаркави, всем известных. Театр Стадия. Да, то есть так, это если вот даже тыкать пальцем в небо не ошибёшься, да. Но, конечно же, мы смотрим ещё, прежде всего, если уже честно и объективно, мы смотрим на название спектакля. То есть, прежде всего, нас интересует репертуар. Потому что, вот, допустим, Ромео и Джульетту, наши зрители не имеют возможности посмотреть, даже по доступным ценам. Я знаю, кстати, что осенью опять-таки у нас Ромео и Джульетту привозят какой-то антрепризный вариант. Но это цены, которые недоступны для молодёжи, для школьников, для студентов. А насколько вообще такие спектакли, как, например, Ромео и Джульетта, продаются и воспринимаются хорошо зрителям, потому что, мне кажется, это настолько уже вот избито, да? То есть, Ромео и Джульетта, что у нас там, Дэс Демона с ней ещё, отрывала. Вот, это тот самый вариант, когда мы действительно ориентируемся на классику, потому что у нас основная задача фестиваля это всё-таки какое-то просвещение и образование молодёжи. Так вот, интерес в том, что, по сути, выпускники театральных вузов, во-первых, они моложе наших выпускников институтов, потому что раньше, ну, большинство это всё-таки россияне учатся, да? Хотя огромное количество иностранных студентов, там, и у нас Ромео, он гражданин Белоруссии, там есть и граждане Америки, да, абсолютно. Кто гражданин Америки? Какая у него роль? По-моему, он играет князя, могу ошибаться, о Ромео и Джульетте, да. И граждане Америки тоже в ГИТИСе практически на каждом курсе. У них очень, это популярный институт, и они стремятся там учиться и заканчивают. Но американцы возвращаются или остаётся в России? Вот интересные... А вот 50 на 50, потому что я знаю, что сейчас вот тот же Меншиков в Ермоловский театр, он активно берёт англоязычные, которые осваивают русскую речь именно в институте. Потому что мы все помним пример вот в Сатириконе, господи, снимавшийся в интернах... А, это был, да, Американец. Американский актёр, да, который был блестящим. Мы все дружно забыли, как его зовут. Мы все дружно поняли. По-моему, Один его был... Мы не будем гадать лучше. Как они на русском выступают? Я вам сказала, тебе дай мой кинжал. Всё-таки это... Ну, это замечательный театральный вуз даёт гуманитарное образование. И один из главных предметов, который, насколько я знаю, по нескольку часов в день они штудируют, это речь, сценическая речь. Поэтому язык учится... Мне прямо жалко стало. То есть, то, что мы воспринимаем естественно, с небольшим, может быть, напряжением, какие-то им проходят... Это тоже, кстати, одна из таких, ну, наверное, хороших целей нашего фестиваля. У нас звучит со сцены хорошая речь. Так вот, классику, которую играют молодые люди, они её всё-таки играют на понятном языке. На сленге? Нет. На их, ну, скажем, на душевном, на такой душевной волне, на духовной, которая близка их ровесникам. Они не делают это скучно. Ну, как мы говорим, они делают это заштампованно, они видят в этом своё. Вот Ромео и Джульетта, приходите, или Антигона, кстати, вот того же Антигона, Жанна Ануя, это софокл, пересказанный французским драматургом начала прошлого века, да, замечательный драматург-интеллектуал. У него жаворонок была, блестящая пьеса, да. Да, оркестр. У нас много, кстати, раньше его ставили, часто любили он. Вот он заинтересовал этих молодых людей. И, конечно же, они говорят о том, что им близко, именно этим молодым людям. Их не заставишь играть, они не смогут это делать неинтересно, да, если им это не близко. Поэтому эта классика звучит совсем иначе. абсолютно иначе. Хотя и при этом не меняя никаких текстов, никаких сленгов там, естественно, нет, да, потому что все-таки люди, опять же, они получают в дипломы оценки артисты за свои работы. А кто ставит постановку? Ну вот Ромео и Джульетта, допустим, это самостоятельная работа, но это редкий случай. То есть и сами студенты режиссируют? Это редкая история. Но это так будет. А вот спектакль Антигона, он поставлен заслуженным артистом России Владиславом Долгоруковым. Он, кстати, сам приедет и будет лично представлять своих учеников. Он же декан актерского факультета. И я всегда говорю, что у нас такое количество театральных студий в Риге, что я знаю, что огромный поток едет поступать в театральные вузы. Вот поэтому мы говорим, приходите. Вот у нас в этот раз будет в Риге сам декан. Приходите, посоветуйтесь. Приходите, покажитесь. И вот Владислав Александрович, он преподает на этом курсе, который к нам приедет, и он ставит спектакль. Ставят, конечно же, режиссеры-педагоги. Иногда вот такой вопрос. Если сами студенты, они в этот момент защищают все-таки дипломы, это является, фактически экзамен задают, то какая там доля ответственности, например, того же режиссера, который поставил этот спектакль? Может быть, постановка неудачна? Может быть, они играют хорошо, а вот там сценарий покачал? Знаете, вот знаешь, чем отличается дипломный спектакль? Что там стараются, если сейчас такая режиссерская волна, когда режиссеру важно проявить самого себя, сказать свое слово, в спектаклях, которые ставятся в театральном вузе, для режиссера самое главное раскрыть артиста. А что значит раскрыть артиста? Это значит еще раскрыть материал, донести эту пьесу, понять задачу автора, и чтобы артист соответственно эту задачу не то что понял, а мог внести что-то свое и донести зрителю. Поэтому в этих спектаклях самое ценное, там удивительные актерские работы. И опять же, это играют только молодые, они играют и возрастные роли, и своих ровесников. Это опять-таки очень интересное перевоплощение, да, это особая энергия. Вот, а, кстати, хотела сказать, что интересный факт про нашу Катю Прокопец, про нашу Рижанку, которая играет Джульетту. У нее такой удивительный момент в жизни, карма, наверное, какая-то шекспировская. Она занималась, в детстве, когда была школьницей, она занималась у нас в театре «Реверанс» у Людмила Всевна и Шевченко, бывшей актрисы шапировского тюза. И Людмила Всевна выпускала «Ромео и Джульетту». У них был такой спектакль музыкальный, где Максим Бусил, всем известный, был Ромео, а Катя Прокопец была Джульеттой. Ну, таким Ромео умереть, наверное, шалка. Вот. Сейчас она играет дипломный спектакль Катя в Гитисе, «Ромео и Джульетту». И не так давно, месяц назад, у нее состоялась премьера в Москве в мюзикле, который идет такой театр, тетрариум на Серпуховке. Это, ну, достаточно большая такая театральная площадка, там приглашенные артисты. Мюзикл и Катю пригласили на роль Джульетты. Вот у нее был недавно там дебют уже на профессиональной сцене, и это такая классическая версия. И что им... То есть преследует ее буквально эта пьеса. У нас буквально одна минута, мы, наверное, с временем, вот когда будут проходить фестиваль, даты и места. 10-11 мая в 19.00 в доме Москвы в Риге, 10 мая у нас «Ромео и Джульетта», 11 мая «Антигона» Жанна Ануя. Я настоятельно всем советую посмотреть, это такие древнегреческие страсти, на фоне, кстати говоря, современной Франции. Ну что же, спасибо большое. У нас в 10-15 будет программа «Добро пожаловаться» председатель правления консультационного совета собственников квартир Сергей Сидорко и мусорные вот будут у нас темы. В 12 часов разворот дошкольный педагог Сабина Бакелиня и психотерапевт Ксения Килупе. И в 13 часов встретились, поговорили, ПТСы, исполнители своих песен Елены Фроловой по скайпу вот будем беседовать. Спасибо большое. Спасибо большое. Всего доброго и с Днем Радио. Спасибо и всем хорошего дня.